То, что сделал Хамбиев, это подобно тому, как, представляете, я сейчас веду вот эти разговоры, критикую, называю этих людей предателями, сравниваю с жижами в раковине, и представьте, я завтра перехожу на их сторону и начинаю говорить, что Ахмат это сила. Тумсо, который здесь несколько лет рассказывал вам о том, какие они предатели, насколько они ничтожные, вдруг переходит на их сторону, включает камеру и начинает говорить какие-то вещи о том, что они, мол, нормальные люди, и потом по завершению своей речи говорит, что Ахмат сила, какие-то респекты выражает и выключает. Представьте себе. Тумсо, вы видели старое видео, где Кадыров в Иордании спорит с парнем о русских, о том, что они враги? Да, конечно, я видел это мейнстримное такое было видео с момента его появления, этот молодой парень, лет 16, по-моему, 15-16, он очень мощно так осаживает Кадырова, и Кадырову ничего не остается, кроме как докопаться до его прически, он докапывается до прически, говорит, что так, типа, чеченцы не ходили, какое отношение имеет прическа к тому, что он говорит, разумеется, все понимают, что никакого. Ну, это такой прием используемый, когда у тебя заканчиваются аргументы, причем такой абсолютно неопытный. Тумсо, ты знаешь, что армяне и чеченцы, хаи и нохчи, имеют те же корни? Вы оба потомки Иафета, и особенно вы чеченцы, как мусульмане, не имеете ничего общего с семитами. Это новые вводные. Вообще, учитывая, что мы мусульмане, как ты правильно выразился, мы верим в то, что все люди на этой земле, и семиты, и несемиты, и чернокожие, и любые расы, все мы являемся потомками самых первых людей Адама и Хави, мир им обоим. Поэтому, если мы будем смотреть куда-то далеко, то исток у нас у всех будет это то, в чем убеждены все мусульмане. Как вы знаете, мы не верим в различные теории Дарвинов и так далее. Если смотреть с точки зрения народности имеющегося, то есть у кого там ближе предки общие, скажем, у нас с ингушами, например, там предки будут гораздо ближе, чем общие предки у нас с другими, скажем, народами того же Кавказа. Допустим, у нас с народами Кавказа общий предок будет ближе к нам по времени, чем наш общий предок, допустим, с теми же армянами, семитами и так далее. В общем, если с этой точки зрения смотреть, то где-то там, конечно, да, у нас будет наверняка один предок и с армянами, и со всеми остальными. Но я думаю, это будет где-то далеко, гораздо дальше, чем общий предок у кавказских народов. Так как кавказские народы друг другу родственны. Вы должны понимать, что мы все населяющие Кавказ народы, мы друг другу родственны. И наш общий предок, он не так далеко, если смотреть в историческом разрезе. Ас-саляму алейкум, тумасов. Видел ли ты ролик, где Рамзан издёгкой насмехается и говорит, что он готов принять любые претензии по поводу убийств и всего, что произошло, что он и его семья готовы ответить? Алейкум ас-саляму, да. Но он не первый раз это говорит. Когда придёт такой момент, и я надеюсь, что никто не будет за преступление Кадырова пытаться спросить там всего потомков, которые не причастны к этому. Но когда вообще подойдёт такой момент, и Кадыров будет терять свою власть, он заговорит вообще по-другому. Как вы помните, когда санкции ввели в отношении его жены, он вдруг заговорил о правах человека, сказал, какое отношение имеют там члены моей семьи ко мне. Он будет говорить то же самое. Что касается лично самого Хамбиева, то это настолько ничтожный человек, мне даже сложно его сравнить с кем-то из существующих или живших когда-то людей. Очень сложно. Его скорее легче провести какую-то аналогию с чем-то неодушевлённым. Вот когда в посудомойке, ну в раковине моешь посуду, и после того, как эту посуду помыли, там бывают остатки еды, моющего средства, это всё в перемешку каких-то там отходов. Вы видели, вот в этом месте в стоке, на этой сетке собираются вот эти отходы, они очень мерзкие. На них не хочется дотрагиваться. Как голыми руками брать это и выбрасывать бывает очень противно, это очень какая-то мерзкая жижа. Вот эта мерзкая жижа, она гораздо более приятнее Хамбиева. Лучше я бы дотронулся до этой жижи. Я бы взял своими голыми руками её и обмазался бы ею, чтобы не дотронуться до Хамбиева. Настолько это омерзительное существо. То, что он сделал, вот это вот их предательство, Хамбиева, Кадырова и прочих, это омерзительнее, этого ничего быть не может. Лучше обмазаться вот этой жижей. Лучше жить с этой жижей, чем жить с Хамбиевым. И вот эти люди после того, как они записывают подобное обращение, они после этого выключают камеру, идут в ванную, чтобы помыть свои руки, смотрят в зеркало и в зеркале они видят предателя. Понимаете? И никуда от этого не деться. Они приходят, садятся за стол со своей семьёй, со своими жёнами, детьми. И все присутствующие там на кухне знают, что они предатели. То, что сделал Хамбиев, это подобно тому, как, вот представляете, я сейчас веду вот эти разговоры, критикую, называю этих людей предателями, сравниваю с жижами в раковине. И представьте, я завтра перехожу на их сторону и начинаю говорить, что Ахмат это сила. Тумсо, который здесь несколько лет рассказывал вам о том, какие они предатели, насколько они ничтожные, вдруг переходит на их сторону, включает камеру и начинает говорить какие-то вещи о том, что они, мол, нормальные люди. И потом по завершению своей речи говорит, что Ахмат сила, какие-то респекты выражает и выключает. Представьте себе, и после этого я иду и со своей семьёй сажусь пить чай. Такой лев бывает, сел и такой, наливай мне чай, говорю своей жене. А моя жена, она-то со мной всё это время жила, она-то видела, как я вот эти речи вам тут толкал. И она-то знает, что я в какой-то момент просто взял и переобулся на ходу. Она знает, кто я, что я из себя представляю. Мои дети знают, вы все это знаете. Ладно, с вами-то я не контактирую, я не живу, вам я тут на камеру эту речь толкнул, но с ними-то я живу. С ними-то я должен всю эту жизнь свою прожить. Пить этот чай каждый день на кухне для своей жены. Я должен выглядеть хотя бы как мужчина перед ней. И как, каково это, подумайте об этом. Она-то знает, она-то знает меня, она-то всё это вместе со мной проживала. Вот теперь примерьте это на себя, представьте, каково этим людям. Вот он выключил эту камеру, пошёл, сел за стол и говорит своей жене, чтобы она положила кушать. Как он учит своих детей? Что он этим детям объясняет? Вчера он рассказывал и детям, и всем нам, что нельзя ни в коем случае придавать идею, нужно до конца проходить на своём пути. Приводил нам в пример Байсангура Бенойского, говорил, что его батальон назван именем Байсангура Бенойского, и поэтому у него нет вообще ни малейшей возможности переметнуться. Что если даже он подумает об этом, те люди, которые его окружают, ему не позволят это сделать. Говорил он нам. И переметнулся. И вот его семья, его супруга, его дети, которые это всё видели, они были с ним тогда. Они видели его, когда он эти речи толкал. И видят его сейчас. Вот подумайте, каково этому человеку, каково его семье, каково его потомкам. Подумайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok